Ой, смотри! Косуля билась о стены здания и металась из стороны в сторону. Впервые её заметили на улице Гагарина. По всей видимости, испуганное животное искало безопасное место. Но вместо этого очень скоро угодило в ловушку. Косуля влетела в забор 35-го лицея. Первый, кто поспешил на помощь, электрик лицея Алексей Воронков. Вместе с коллегами он попытался голыми руками вытащить косулю из забора. Не получилось. Тогда к спасательной организации подключились слесари дома управления. Кисаря подбежали. Давайте, говорит, мол, отрежем трубу, вытащим. Первая мысль была, что она и так испуганная. Плюс ещё шлифмашинка сверху. Скорее всего, какие последствия будут, мы даже не думали. Но решили всё-таки отрезать. Стороней не остались лицеисты. Увидев происходящее из окон школы, сразу же поспешили на помощь. Мы принесли верёвку. Мы нашли верёвку у физруков наших. И принесли, чтобы завязать животное. Мы переживали вместе с учениками, с учителями. Есть дети, которые даже плакали. Спасти косулю всё же удалось. Вот только на этом её приключения не закончились. В попытке побега она застряла уже с другой стороны лицея. Как раз в это время приехали сотрудники МЧС, которые спасли и, наконец, вернули животное в лес. Сегодня выпускаем очередного хулигана, который зашёл в город. Вот только в Курганской области не всё так гладко. Там по неизвестной болезни погибли уже 33 особи. Зомби-косули, как теперь их именуют курганцы, могли отравиться химикатами. Опасны ли заболевания для людей, пока неизвестно. Поэтому Госкомитет Республики Татарстан по биоресурсам предупреждает, что при обнаружении диких животных в беде не стоит им помогать самостоятельно. Необходимо позвонить по номеру 843-211-7078.